Здравствуйте, уважаемые телевизоры! В эфире телекомпания Орленок ТВ о самых ярких событиях в фестивале визуальных искусств. Семь дней Орленок разговаривал рекламными слоганами. Участники номинации «Реклама глазами детей» снимали видеоролики. Рейтинг полюбившихся фраз телеэкрана в нашем опросе. Ваша любимая фраза из рекламы? Кайф! Не кайф, а ушла! Бамбуча – это кушать жизнь с большой ложкой. Пейнфанта, будь бамбуча! Рейтинг полюбилок рвяне! И меч, ничто, жажда, все! Паунти райская наслаждение! Да-да-да! Сникер, снинь, не тормози! Сделай паузу, скушай Твикс! Ну, тис, отменай фрутис! Быстро, весело, удобно! Это просто бесподобно! Мак, кофе, кофе, мак! Смотри, да жизнь веселей, куча шокей! Мистер Пропор веселей, дом и чище, главное, быстрей! Мистер Пропор, а у вас молоко убежало! Кому-то может нравиться реклама, кому-то нет. Но в России ее очень много. Россия – щедрая душа! Асланбек Бадаев, Дмитрий Забелин, телекомпания Орленок ТВ. В конце фестивальной недели на столе жюри номинации «Реклама глазами детей» должны лежать семь рекламных роликов. Сценарий, актеры, постановка – все на детских плечах. Это главное условие конкурса. О том, как снимали рекламу в Орленке, в нашем следующем сюжете. Ровно десять раз проснуться, ровно десять – вновь заснуть. С первого дубля кадр не получается. В роль современного Менделеева Саше вжиться сложно. Эмоции должны быть настоящими, это понятно, говорит он. Но где же их взять? После долгих мучений, наконец, свершилось. Перешли к заключительному кадру. В рекламе обычно это восклицание слогана. Или, иными словами, девиза рекламируемой продукции. Не пройдет и полминуты. Рамблер сотворит вам чудо. Чтобы что-нибудь найти, просто Рамблер запусти. Виновницы всего происходящего – 13-летние сценаристы Даша и Кристина. Их сценарная работа обошла многочисленных конкурентов и вырвалась вперед. Правда, девчонкам пришлось изрядно понервничать, прежде чем удостовериться в том, что они действительно первые. Сказали то, что нас сценарий потеряли. Мы, конечно, расстроились. Но потом сказали, а вы можете сейчас написать? Мы говорим, ну, написать не сможем, но рассказать по памяти сможем. Рассказали, ну, сказали то, что хорошо, и слоган хороший. Вот, ну, так и выбрали. Вместе с детьми над рекламными шедеврами трудятся настоящие профессионалы. Оператор Андрей Филиппов и режиссер-постановщик Мария Сысойкина. В данный момент они начинают работу над новым рекламным роликом. Здесь такая комната большая, и тут ракурс очень хороший. Вот, подснять, вот, общий план такой. Вот, и сейчас комната убранная, потом она будет вся вот в бардаке. Вот, и мы через микшер пройдем, будет очень здорово. Ой, замечательные дети, замечательный сценарий. На самом деле мы очень довольны тем, что дети такие креативные, пишут многое интересно. И самое главное тем, что они участвуют в процессе съемок. Они сами приходят, говорят, а можно мы посмотрим, а можно мы подскажем. Вот, девчонки стремительно просились прийти помонтировать, посмотреть хотя бы, как это происходит. Лучше, чем в прошлом году. Это радует. Семь рекламных роликов будут биться за пальму первенства. Кто победит, покажет время. Елена Скрипник, Геннадий Сальников, телекомпания Орленок ТВ. Подходит к концу фестиваль. Заканчиваются фестивальные встречи. Последний гость нашей студии – писатель, драматург, публицист, заслуженный деятель искусств России Аркадий Инин. Добрый вечер. Мне хотелось бы предварить сегодняшнюю встречу в студии Орленок ТВ фразой, которую, в общем-то, каждый из нас слышал в фильме о бароне Минхаузене Григория Горина, но говорят, что она принадлежит Вольтеру. Только не надо делать умное лицо, господа. Именно с этим выражением на лице совершались самые великие глупости. Сегодня у нас в студии замечательный писатель, драматург и просто юморист Аркадий Яковлевич Инин. Я надеюсь, у меня не слишком умное лицо сейчас. – Аркадий Яковлевич, у нас здесь сидят не просто дети, которые отдыхают в Орленке, это журналисты. Те, которые заслужили права отдыхать в Орленке, и они подготовили вопросы, причем подготовили, клянусь вам, сами. Никто их не контролирует. Я сразу передаю им микрофон, потому что они – хозяева сегодня в студии. – Вперед. – Добрый вечер. Меня зовут Рома. Я приехал из Иркутска. Я видел некоторые ваши капустники, и вот мне кажется, что шутки у них очень пошлые. Действительно, они пошлые. Вы не считаете так? – Вы меня спрашиваете? – Да, я считаю. – Вы знаете, если бы я считал их пошлыми, то, наверное, не я и мои товарищи, а среди них достаточно известные вам люди – Леонид Якубович и Борис Грачевский, директор Иралаша. И другие. И делаем мы это 20 лет. Нам не кажется, что они пошлые. Нам не кажется. Но я вполне допускаю, что мы можем ошибаться. – А вы считаете, что это искусство? – Нет. Капустник – это не искусство. Нет. Это развлечение, это отдых. У всех у нас, я повторяю опять, есть все, кто делают и все, кто находится в этом капуст-фильме, занимаются достаточно серьезными делами. Я опять повторяю, Борис Грачевский делает, как вы знаете, Иралаш, Леонид Якубович, достаточно известный, замечательный ведущий. Я там не так известен, но у меня 35 кинокомедий. Что-то, может быть, вы видели, там, одиноким представляется общежитие. Однажды, 20 лет спустя. Отцы и деды. На дерево, какая хорошая погода. На Брайтон-Бич. Опять этот дожди и так далее. То есть 35 кинокомедий. Поэтому у меня есть другая работа. А это наш отдых в кинокапустнике. Наш отдых. Отдушина, если хотите. И это возможность доставить радость нашим коллегам, которые смотрят их в новогоднюю ночь и, в общем-то, радуются. Мы же их не предназначаем для широкого показа. Скажите, пожалуйста, а вы пишете сказки для взрослых. А что вас привело на детский фестиваль? Но все взрослые-то выросли, естественно, из детей. Поэтому, работая для взрослых, нельзя ведь забывать и свое детство. Кроме того, меня привело на то, что меня пригласили. Все очень просто. Меня пригласили. Я приехал первый раз. Пригласил Дима Харатьян, который как раз снимался в фильмах, которые мы делали с Леонидом Гайдаем. И, как это самое, Надирибасовская хорошая. Ну, видели, наверное, фильмы. И частный детектив или операция-кооперация тоже наша картина. Мы с ним много лет дружим. И вот он меня пригласил. И я очень доволен. Мне кажется, что это как раз то место, где мне хорошо. Потому что я когда-то был пионером. Хотел сказать, как вы, но вы уже не пионеры. Вот. Я был пионером, отличником, очень приличным мальчиком. И за это меня наградили путевкой в Артек. Ну, знаете, да? Лагерь Артек. Вот. Я помню, это было прекрасное время. Замечательная пора детско-детство. Но я помню этот лагерь Артек. Четкий, организованный отбой, подъем, линейки и так далее. Я представил, что здесь тоже что-то другое. Но я увидел, что здесь совершенно другое. Это просто такой сумасшедший дом. Где, значит, все время чем-то замечательно занимаются. Никто не ходит строем. Никто, значит, на этих сантовках. Наверное, есть у вас и постоянные линейки. Но я не видел. Я вижу, вы все время в борьбе, в работе. Что-то ищут. Вчера мне, раз вы смотрели клипы, клады какие-то ищут. Все поют. И те, которые не поют, те сочиняют. Которые не сочиняют научную работу. Я вчера был в жюри конкурса. Хочу гордиться моей родиной. То есть, это совершенно сумасшедшие дети. Абсолютно чокнутые взрослые. Которые с ними умеют и любят возиться. И это такой вот дурдом, который я даже вчера попросился, чтобы мне тоже дали палату в этом доме. И меня тоже приняли. Мне у вас очень нравится. А как сами нарушали правила в лагере? Нет, я же уже сказал, что я был очень приличным мальчиком. Даже не могу сейчас понять, жалею я об этом или нет. Но я не огорчал маму. Время было тяжелое, послевоенное. Отец погиб на войне. Это было, значит, через три года после войны я там был. Вам даже сейчас это время невозможно объяснить. Я был у мамы один. Рос вот без отца. Поэтому я, в общем, вел себя прилично. Меня зовут Таня, я из Волгограда. И я хотела бы спросить, как вы относитесь к «Аншлагу», «Кривому зеркалу» и вообще какие у вас любимые передачи? Спасибо. Ну, уж во всяком случае, «Аншлаг» и «Кривое зеркало» не мои любимые передачи. Хотя, вот, корреспондируясь к теме, с которой начал Рома, по поводу пошлости, значит, я думаю, что там этого хватает. И вся разница между этими программами и нашим капустником в том, что мы его делаем для внутреннего употребления, понимаете? А это выносится, значит, на широкий экран. Но, должен вас огорчить, там работает очень много моих друзей, не этим я вас огорчаю, конечно, мои коллеги, друзья, эстрадные артисты, писатели и так далее. Но я, говоря вот об общей пошлости и об общем уровне этих, на мой взгляд, программ низком, я хочу вас огорчить вот чем, что этого не было бы, если бы не было таких зрителей, увы. Потому что, когда в этих программах появляются, а они есть, интеллигентные, тонкие, художественные артисты, писатели и так далее, они уходят со сцены, мы пробуем это иногда, я знаю, приглашают их, и они уходят со сцены под стук собственных каблуков, а не под аплодисменты зрителей. И зрителям подавай, вот, к сожалению, увы, воспитанным, зрителям воспитанным нашим телевидением, подавай только пошлость и всю, так сказать, текстуру ниже ватерлинии. И, увы, это грустно, это очень грустно. Другое дело, что это такой, как снежный ком. С одной стороны, зрители требуют этого, потом артисты несут это с экрана, воспитывая новые поколения зрителей, а новые поколения опускаются еще ниже. И это, к сожалению, грустный процесс. Но я повторяю, я не очень сужу моих коллег, потому что у них сегодня, в сегодняшней рыночной, на мой взгляд, омерзительной действительности, ситуация у них, выбор у них очень простой. Либо уйти из профессии, либо заниматься пошлостью. Здравствуйте, меня зовут Лиза. Да. И я хотел спросить, как вы относитесь к молодым начинающим юмористам, и есть ли среди них те, которые вам нравятся? Я вообще к молодым начинающим всегда отношусь замечательно, потому что у них еще все впереди. И если даже не очень пока удается, я все равно на них надеюсь. К сожалению, точнее, к сожалению, опять-таки, как факт, никаких личностей среди молодых юмористов, какими были когда-то Горин, Арканов, там, Жванецкий, естественно, и другие, которые каждый был и остается личностью, но и тогда, когда они были молодые, мы все равно понимали, это написал Миша Жванецкий, это написал Задорнов и так далее. Сегодня я никого из них не знаю. Сегодня все это на таком конвейере, примерно как фордовский конвейер выпускает автомобиль, и так же пекутся эти программы неким, как делаются сериалы. Ведь когда-то мы знали, и сейчас знаем, авторов, сценаристов, авторов замечательных советских фильмов. Мы знали, что это написал Габрилович, это написал Трунин и так далее. Сегодня кто-нибудь из нас знает авторов сериалов? Я, работая там, и то их не знаю, а вы тем более, потому что это превратилось в выпуск, как выпуск обуви, как выпуск автомобилей, как выпуск мебели, конвейер. Точно так же почти все происходит и в юморе. И если я и знаю каких-то ребят толковых, молодых, то это все КВНщики. Те, кто вышли из разных команд КВН, они там прекрасно работали, и сейчас продолжают писать юмористические программы. И отвечая на ваш вопрос о любимых программах, то, конечно, у меня любимая программа, это старая, если говорить о юмористических, старая, добрая игра КВН. А с вами занимались КВН? Да, я много лет, я КВНщик 60-х годов, я был в Харьковской команде, руководил Харьковской командой КВН, я харьковчанин, так сказать, по рождению. И, в общем, да, я такой ветеран, можно сказать, КВН, но уже давно этим не занимаюсь. Меня зовут Наташа, я из Москвы. Скажите, а вам все-таки бывает стыдно за передачи, в которых участвуют ваши коллеги? Спасибо. Ну, такой сложный вопрос, как мне за них должно быть стыдно, но мне их жалко, я бы сказал так. Я бы сказал, мне их жалко. Жалко, но я еще раз должен вам, ребята, объяснить, что я их понимаю, у них нет, у них есть выход уйти. Но тогда на что жить и как кормить семью? Почему? Что спасает меня и дает возможность всю мою пошлость природную изливать только в капустниках, а не выносить больше, значит, никуда? Потому что я, ну, как бы сказать, многостаночник. Слава Богу, у меня есть умение писать киносценарии, пьесы для театра, на радио, там, что-то на телевидение, просто выступления, концерты. Я могу себя таким образом, разнообразным образом прокормить. А у артиста эстрады одно. Либо он должен иметь успех у зрителя, либо он должен уйти. К сожалению, повторяю, успех у зрителя он может сегодня иметь только с этой пошлостью. Поэтому мне и жаль их, и, ну, я понимаю, что делать. Уверяю вас, что в жизни, когда мы встречаемся, это милые, тонкие, интеллигентные и понимающие, что они делают люди. Это грустно, это грустно. А вы не хотели никогда специально что-нибудь написать для детей? Ну, я хотел, а это же надо иметь к этому тоже некий дар. Вы знаете, замечательные детские писатели, которые умеют это, там тот же Эдик Успенский, предположим, да? Ну, блистательный детский писатель с этими чебурашками, крокодилами, ген, и так далее. Мой товарищ старый. Гриша Остер, тоже прекрасный детский писатель. Юра Коваль, покойный, прекрасный писатель. Но, ведь никто же из них не написал взрослых сценариев, книги и так далее. Никто. Это отдельный солнечный такой талант писать для детей. У меня, к сожалению, такого солнечного замечательного таланта нет. Хотя начинал я, начинал, вот первый мой фильм был, но у вас еще на свете не было, в 70-м году, в 70-м, что ли. Мой первый фильм был, назывался «Вперед, гвардейцы!» и рассказывал про то, как пионеры играют пионерскую игру «Зорница». Знаете, такая была игра военная. Вот был такой фильм. Другой мой фильм, тоже детский, с 72-го года, назывался и называется «Вот и лето прошло». Это один день, 24 часа из жизни мальчишки шестилетнего, который завтра идет в школу. Этот день, 31 августа. И при советской власти не было ни одного года, когда бы 31 августа по телевизору не показывали мой этот фильм «Вот и лето прошло». Ну, сейчас уже эти добрые и без мордобоя фильмы никому не нужны, поэтому это не показано. Так что некий опыт, маленький, у меня есть. Здравствуйте, меня зовут Степа. Расскажите, пожалуйста, свой самый интересный и запоминающийся рассказ. Как я могу рассказать свой самый интересный и запоминающийся рассказ, дорогой мой? Это рассказы, ты имеешь в виду юмористические, которые я пишу, есть ли их. Ну, как я могу рассказать? Я их не помню. Если я с ними выступаю, беру книжку и читаю. Ну, тогда расскажите какой-нибудь самый интересный сюжет из вашей жизни. Дорогие мои, это, вы знаете, я вам скажу так. Этот вопрос задают постоянно, но может у кого-то и есть интересные сюжеты в жизни. Я допускаю вполне. Но вам, как на духу говорю, у меня жизнь какая-то такая ровная. Я же вам сказал, даже в детстве я был приличным ребенком, ложился вовремя спать, не огорчал маму и был отличником. Так вот жизнь у меня потихонечку идет, без каких-то, значит, всплесков, без каких-то, значит, вот-вот-вот катаклизмов по дереву постучу. Я, ну, для примера, даже вот все живут бурной такой лирической жизнью, а я 46 лет женат на одной и той же женщине. Вот пошел на 47-й год. Вам даже представить сложно. 46 лет прожить с одной женой. Вот. Так что вот у меня все так, слава богу, ровно, надеюсь, и дальше будет. Поэтому никаких таких удивительных случаев нет. А вот когда приезжают артисты и рассказывают всякие забавные случаи на съемках, то уверяю вас, что, ну, может быть, 5% это то, что происходило. А все остальное это пишут им авторы, в том числе и я, юмористы, которые сочиняют всякие, значит, замечательные истории, которые, любимые истории для киноартистов, которые мы сочиняем. Это про то, как, конечно же, зимой снимают лето, и они, значит, ходят в плавках по льду и делают вид, что обмахиваются, значит, веером, потому что это самое... И наоборот, что летом снимают зиму, и они вынуждены, значит, в солнце ходить, в шубах, изображать, что у них пар идет изо рта. Вот эти любимые все истории, еще вот к вопросу о том, как зритель, ну, в общем, жесток, будем говорить, что ему смешно. Беспроигрышный ход, я писал многим это артистам, не буду называть их фамилии, чтобы, значит, ну, их рассказы, которые вам когда-нибудь попадутся, звучали достоверно, но многими я писал беспроигрышный ход, который заключается в следующем, что вот, значит, описывается очень долго мучения на съемках, ну, типа, зиму снимают летом, да, лето снимают зимой, падают откуда-нибудь, там на них что-то падает, набивают синяков, шишек, ломают ноги, ходят в гипсе, и так далее, и так далее, не нагнетание, все это идет, и зритель все слушает, 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 и в финале артист говорит, но вот это все, и сочувствует артист, и вот это вот все, вот это то, что вы сейчас послушали, потом монтажи из фильма вырезали, и зритель ужасно радуется, почему-то, это беспроигрышный ход, зритель обязательно хохочет, вот что-то такое есть в нас, в зрителях, такое, я себя не отделяю от зрителей остальных, да, да, а вот, да, ваш псевдоним, это подарок жене, вашей, наоборот, это жена мне подарок, я считаю, у меня жена Инна, вот, и я Инин, взял псевдоним, так это не ей подарок, а мне наоборот, ваши дети и внуки смеются над фильмами вашими? Мои дети и внуки, ну, они нормальные дети и внуки, дети у меня, двое дети, вот, значит, два мальчика, мальчик и мальчик, как в известном фильме, а внуки у меня сейчас еще не внуки, а один просто внук, вчера вот ему исполнилось 17 лет, он уже большой мальчик, значит, что я вам скажу, дети смеются над моими фильмами, потому что они все-таки такие вот еще, хоть уже, хоть молодые по сравнению, значит, состальными, но все-таки еще понимают вот этот теплый лирический юмор, а внук Пашка, он уже не смеется над моими, значит, шутками, у него шутки свои, ваши приколы, вот, и сейчас он повзрослел все-таки 17 лет, бороду отпустил, усы, ну, бороду, жалко смотреть, ну, бородка, усики, скажем так, вот, а еще года три назад, вот, в таком 14-летнем, он меня, он меня не только не смелся, он меня строил, он мне говорил, дед, ну, что у тебя за мобильник, я говорю, а что у меня мобильник, разговаривает, мобильник все, при чем здесь сказали, ну, что ты с таким мобильником, появляет дед, ты отстой, он мне говорил, ты отстой, а что у тебя за часы, дед, я говорю, ну, часы, время показывает, что еще, часы, нет, дед, ты отстой, ну, с такими часами, появляться в доме кино, я говорю, Паша, я тебе клянусь, еще ни разу, Меня не задержали на входе Дом кино с этим мобильником Или с этими часами Так что он ко мне относится иронично И называет отстоем Сейчас я повторяю Это же известная формула Что мой отец Когда мне было 14 лет Мой отец был Просто полный идиот Сейчас мне уже 24 года И он как-то значительно поумнел Мой отец Примерно так дети относятся Наверное Самый лучший юмор Это тогда когда шутишь над самим собой Это обязательно Это непременно Поэтому давайте Вспомним еще раз того героя из этого фильма Улыбайтесь господа Улыбайтесь и самое лучшее Если будете улыбаться над самим собой Особенно шутить Спасибо Сегодня у нас был в гостях Аркадий Яковлевич Инин Спасибо дорогие Спасибо 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 Спасибо